Всем привет! Хотите узнать, как нравятся людям в общении? Хотите узнать, как заслужить доверия и быть с вами в доску? Смотрите этот ролик и буквально за несколько минут я расскажу 5 психологических приемов, которые позволят вам нравиться всем. Первое, самое главное, это вообще основа основ, всегда называйте человека по имени. Не важно, только вы познакомились, или это ваш закадычный друг, или это человек, к которому вы пришли на собеседование и так далее. Всегда запомните, как зовут человека, обращайтесь к нему по имени. Ну, потому что обращение по имени, это обращение к кому-то личному. Это значит, что вы удосужились запомнить человека и обращайтесь к нему. Самое главное, что хочет слышать человек в этой жизни, это свое имя. И вот вам несколько примеров, буквально, которые произошли на днях. Первый пример приходит недавно ребенок со школы и говорит, «Мам, у меня два по физкультуре». Я говорю, «За что?» Он говорит, «Ну, вот там форму забыл». «Ну, ладно, что ты, за что ты расстраиваешься?» «Ну, два, два, ладно, исправишь». Он говорит, «Нет, знаешь, что самое обидное?» Он говорит, что педагог до сих пор не знает, как меня зовут. Ну, то есть прошло много времени, он ко всем обращается по имени, а ко мне не обращается по имени. Я понимаю, что это обидно, даже вот ребенок понимает, насколько это важно. И второй пример. Я недавно была на тренинге для тренеров, вот, и у нас проводил тренинг совершенно незнакомый мне человек. Я ничего не нашла о нем ни в интернете, ни в соцсетях. И у меня было какое-то к нему недоверие, ну, какое-то скептическое отношение. И какое мое было удивление, когда он буквально за пять минут запомнил нас всех, кто там сидел. И весь тренинг, который длился два дня на протяжении там по 8 часов каждый день, он ко всем обращался по имени. Ни разу не ошибся и ко всем обращался по имени. Вот, наверное, в тот момент у меня какое-то прямо к нему доверие появилось. Здорово, когда вы помните еще имена не только своего друга, но его жены, его детей. Это очень, знаете, заметно, когда на работе у вас есть начальник, который интересуется делами, как у вас дома. И он спрашивает, а как там у Артема дела, а как у Насти? Он знает по имени моих детей, и это что-то очень важно для меня, что он знает по имени моих близких. И у меня ссылка к нему другое отношение. Даже есть такой прием, если вы хотите буквально за несколько секунд привлечь внимание человека, прежде чем что-то рассказать ему важное, прежде чем задать ему вопрос, назовите его по имени. Дим, татата-ра-та-та-та. Татата-ра-та-та-та, Лен. Ну, в общем, вы поняли. Все, с первым принципом все. Итак, второй прием. Учитесь правильно благодарить. Ну, вот, например, Дим, поблаголари меня за что-нибудь. Лен, спасибо тебе за воображаемый холодец. Есть два пути, как я могу ответить. Первый, я скажу, да не за что. Ну, в данном случае немножко это не подходит, потому что он не по-настоящему меня поблагодарил. А вот когда вы сделали для человека что-то, выполнили его просьбу, или там что-то там вниманием ему оказали, выслушали его 15 минут, он вам рассказал про свои проблемы, вы там вас переживали, и в конце он говорит, спасибо тебе, что выслушал. Он говорит, да не за что. Знаете, это как будто какой-то пустяк для вас. Это, да это я вообще кому хочешь сделаю. Поэтому вы сразу обесценили все, все, что у вас было с этим, в этот период там. Не важно, что там, вы потратили время, вы проявили какие-то эмоции, вы переняли чужую боль. И когда вы говорите, да не за что, но это какая-то как ерунда. Второй способ, как вы можете ответить, пожалуйста, я уверена, что если я окажусь в такой ситуации, позвоню тебе рассказать что-то, ты поступишь так же. Третий прием, будь впечатленным. Когда-то я услышала такую фразу, что если ты хочешь кого-то впечатлить, впечатляйся сам. Что это значит? Ну, допустим, вы в беседе с кем-то слушаете, как человек говорит, представляешь, я вот только вернулся с Таиланда и пробыл там, там, две недели. А вот и тьфу, да, это что такое? Вот у меня подружка поехала на три месяца туда. То есть вы раз и сразу как бы обесценили, что человек хотел вам поделиться. Он хотел, чтобы вы проявили интерес, спросили, а как там? А что-то там делал, а что у тебя позволило столько времени там побыть и так далее. То есть, а где ты там жил? То есть, человек вам сказал эту фразу для того, чтобы вы поинтересовались у него. Найдите в человеке интерес в том, что он рассказывает. Прислушайте, что он говорит. В любом случае, каждый человек уникален, индивидуален, интересен. И когда он что-то говорит, можно выцепить что-то одно и задать много вопросов. Проявить эмоции. Люди любят это. Я помню, мы когда-то ездили с соседями в Европу. Мой сосед Антон всегда говорил, ты знаешь, я в этой стране был уже много раз. Мы ездили в Германию. Он говорит, ну, мне интересно узнать, какие у тебя будут эмоции, какие у тебя будут впечатления. Как ты скажешь, вау, как тут круто. Ну, так и было. Потом у меня было очень много эмоций, у нас у всех было очень много эмоций. Но нам, людям, в человеческом общении, друг с другом очень важны эмоции. Поэтому впечатляйтесь от того, что вам рассказывают. Это нормальная реакция. Еще одна вещь тоже, это как ни за что. Перестаньте за все извиняться. У меня есть подружка, которая извиняется за все. Вот она мне звонит, она извиняется за то, что она звонит. Она за этот вопрос мне, она извиняется за то, что задает вопрос. У меня такое ощущение, что она вообще все время чувствует себя виновата за то, что она, в принципе, живет. И это не одна она такая. Мы постоянно за все извиняемся. И иногда это действительно мешает нам устраивать нормальные отношения с другими людьми и мешает нашему общению. Вот смотрите, такая ситуация. Вы договорились с другом встретиться. Ну, попали в пробку, опоздали. И вы прибегаете к нему в кафе и начинаете говорить. Ой, извини меня, пожалуйста. Я там только времени простоял там. Потом все не ладилось. Ой, извини, пожалуйста. И вы постоянно извиняетесь. Это одно. И друг сидит и начинает чувствовать вашу вину, что да, он виноват. А я правда столько пробыл, просидел, прождал и вот так далее. Или другой способ. Вы прибегаете, говорите. Я опоздал. Спасибо тебе большое, что ты меня дождался. Чувствуете разницу? Когда вы прибегаете, извиняетесь, вы как будто втоптали себя куда-то. Ну, как после этого нормально там общаться? Когда приходите, говорите, чувствуя благодарность. И человеку приятно, что вы его поблагодарили. И вы не чувствуете себя полным ничтожеством за то, что вы там всего лишь опоздали нас. И последнее, о чем сегодня мы говорим. Пятый принцип, способ активно слушания. Человека есть два уха и один рот. Почему? Потому что нужно больше слушать, а меньше говорить. Когда вы общаетесь с человеком, будьте максимально внимательны. Услышьте, что он вам говорит. Не надо в этот момент рассказывать что-то свои какие-то истории. Надо послушать человека. Иногда человеку очень важно просто высказать вам, что у него накипело, что у него есть, или его гениальные какие-то идеи, его мысли. Послушайте, и когда человек зовет вам вопрос на то, что он сказал, тогда отвечайте. У нас же есть дурная привычка всех перебивать. Высказывать свое мнение, не нужное совершенно в данный момент. Мы же такие все умные. Мы слушаем, а, да, а вот у меня, а у нашей, а у свекрови, а у подружки. И начинаем выливать совершенно ненужные потоки информации, которые человеку в данный момент вообще не нужны. Я помню, у Дэйла, наверное, на Карнеге есть такой прием, когда он говорит, что он пришел на официальный бал, светский там раут какой-то, и с ним сел какой-то важный человек. И там они три часа сидели, и закончилось их общение. И он ходил и сказал, вы знаете, вы самый лучший, Дэйл Карнеге сказал, вы самый лучший собеседник, который я встречала в своей жизни. И когда он ушел, Дэйл подумал, потому что мы сидели, и я три часа молчал, я только слушал. Но он назвал меня самым лучшим собеседником, потому что я дал ему возможность высказаться и все рассказать. Друзья, почаще слушайте, слышите друг друга, и тогда у вас не будет никаких проблем в общении и взаимоотношениях. Любите друг друга, слушайте, цените, переставайте извиняться, не говорите низу, что и жизнь наладится. Не забудьте подписаться и, конечно, написать в комментариях, какой же принцип вам понравился больше всего, и какой про вас, что надо исправлять. Ставьте лайки, всем пока!